Со дня на день в Самаре должен выпасть мокрый снег. Специальная техника, которая будет обрабатывать дороги реагентами, уже готова. На базах муниципального предприятия благоустройства пескоразбрасывающие машины ждут первых снегопадов. Они заправлены, загружены песко-соляной смесью и могут начать обработку дорог в любой момент. По поручению вице-мэра города Владимира Василенко необходимо обеспечить бесперебойную работу техники. Предполагается, что на каждой из машин водители будут трудиться в две смены. Погода шикарная, октябрь месяц. Фактор неожиданности для всех участников дорожного движения. Для того, чтобы он не был, мы и сегодня-завтра в полном объеме будем массово проверять, чтобы в режиме ожидания, в полном объеме, уже как по зимнему содержанию, пескочи находились на базах. На этой неделе в Самаре установили 45 ящиков с песчано-солевой смесью. Они помогут водителям, которые будут передвигаться по крутым склонам, мостам и путепроводам во время гололеда. Автомобилисты смогут использовать песок при проскальзывании колес на обледеневшей дороге. Также ящики стоят у некоторых остановочных павильонов. В основном для помощи водителям общественного транспорта. Их наполняют песко-соляной смесью по мере необходимости. По опыту прошлого года раз в две недели. Для содержания городских дорог, тротуаров, остановок общественного транспорта, помимо песко-соляной смеси, заготовили 17 тысяч тонн реагента «Бионорд». Его в этом году планируют применять в экономичном режиме. Суть работы в том, что непосредственно на машине имеется как сухой компонент, антигололедный материал, так и высококонцентрированный рассол этого материала, то есть смешанный с водой. Непосредственно при обработке проезжих частей, когда разбрасывается, происходит смешивание данных материалов, то есть оно получается увлажненным. Непосредственно сырой материал, он начинает сразу реагировать с снегом, топить его. Это по предварительным расчетам позволит экономить порядка 25-30% антигололедного материала. Работа всех служб направлена на то, чтобы исключить фактор неожиданности при первых снегопадах и гололедице. Специальные полигоны также готовы принимать снег в количестве около 800 тысяч тонн. Анатолий Головко, Константин Головин, События.